Для каждой женщины беременность – особый период в жизни. Чтобы ребенок родился здоровый, нужно соблюдать рекомендации врачей. И, конечно, ни в коем случае не волноваться. Чтобы поднять настроение будущим мамам, НИИ материнства и детства совместно с государственной филармонией устроили для пациенток в стенах медучреждения настоящий концерт. Основная задача просветительская – показать будущим мамам, насколько полезна классическая музыка, насколько полезно слышать ребенка, который еще находится в утробе матери, слышать звуки академического музыкального звучания, вокала, низкого мужского голоса. Для филармонии и научно-исследовательского института это пилотный проект. На первое выступление пришли не только пациентки, но и будущие врачи, студенты медакадемии. Редкий шанс услышать классику, практически не отрываясь от учебного процесса. Мы получили в хорошем настроении, удовлетворенными не только нашим лечением, но и отношением к ним, как к людям, и с тем, чтобы вся семья была задействована в этом процессе. Поэтому на сегодняшнее мероприятие мы приглашали не только беременных, но и отцов, и членов семей. Некоторые ученые уверены, что классическая музыка благотворно влияет не только на будущих мамочек, но и на деток, которые находятся в утробе. Это своеобразное гармоничное развитие еще до появления на свет. Также в рамках нового проекта с пациентками НИИ работает психолог, помогает справиться со стрессом перед родами. Ведущая проблема у наших беременных – это страх перед родами. И хотя меньше бояться за ребенка, за здоровье, а это так важно – снять этот страх. Поэтому есть такое новое направление – музыкальная терапия, в частности нейробика. Это аэробика для мозга. То есть на нейронную сеть можно влиять с помощью музыки. Первое выступление оказалось удачным. В планах у руководства филармонии теперь регулярно навещать беременных. Раз в месяц в ней будут петь романсы, играть на фортепиано и скрипке. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.